Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у меня здесь встреча, 10.30 есть в одном месте. Я не мог пропустить урок, поэтому, значит, я именно отсюда провожу урок, и потом у меня будет встреча. Потому что урок Тора – это очень важно. Итак, значит, сегодня у нас 13-я Томуза. 13-я Томуза, 12-е июля. И в одном из ведущих направлений в иудаизме, в Торе, которое называется Хаббат, сегодня праздник. Сегодня праздник, это одно из ведущих, но если взять общее количество религиозных евреев, то Хаббат, я думаю, занимает из него меньше 10%, это точно. Это я могу точно сказать. Именно если взять ортодоксальных евреев, которые именно ортодоксы такие, то Хаббат – это меньше 10%, но они самые направленные на приближение к Торе, приближение к Богу. То есть у них главная идея, которая есть в этом направлении, в этой школе – это распространение знаний о Боге и привлечение, прежде всего, евреев к соблюдению заповедей и весь мир к признанию власти Всевышнего над миром. И это очень поэтому они активны. Мы изучаем одну из их книг. Какой у них сегодня праздник? Как раз книга «Йом-йом» сегодня об этом рассказывает. В этот день, значит, в этот день предыдущий Любавич Стерейбе, который умер в 50-м году, он умер, ушел из этого мира, в 1950-м году, вышел на свободу. Есть смешная одна шутка, как один еврей стал религиозным, вернулся к Богу, и он стал именно хаббатником. И у хаббата, у них все рэбэ, все рэбэ, да, может быть, кроме последнего, я не помню, но у них было семь рэбэ за всю их историю, и семь их рэбэ сидели в тюрьме. И у них есть вот день освобождения из ссылки, день освобождения из тюрьмы, день освобождения там, день освобождения здесь. И этот сын, он стал хаббатником, религиозным, таким святым, почитание родителей, все очень много старается, учит Тору. Но он приходит вот вечерами, как-то домой приходит после фарбриндин, это когда они, хасиды, собираются, делают лыхаем, празднуют, говорят о Всевышнем, приходит домой, мама спрашивает, чего ты сегодня так поздно? Вы знаете, мы в синагоге праздновали освобождение рэбы из тюрьмы. Опять приходит через месяц там, мама, а сегодня ты где был так поздно? Почему выпивший? Говорит, делали лыхаем, освобождение другого рэба из тюрьмы. В общем, так он несколько раз пришел, мама говорит ему, слушай, ты в хорошую компанию попал, ты уверен, что это хорошая компания? Но они же сидели в тюрьме за их самоотверженную деятельность, самоотверженную деятельность, чтобы было рифа, что маг, как раз сегодня очень хороший день за молитвы для здоровья, сейчас вы увидите, почему. И они сидели за самоотверженную деятельность по распространению Торы. Вот сегодня, значит, написано в этой книге так, что сегодня вышел он на свободу, заключение началось в 3 часа 15 минут, в ночь на среду 15 севана 5687 года, то есть его заключили в тюрьму 15 июня 1927 года. Рэбе оставался в ссылке в городе Кострома вплоть до 12 часов 30 минут, все до минуты известно, да? До 12 часов 30 минут среды 13-я Томуза, 5687 года, то есть 27-го года, значит, он в ссылке был всего лишь месяц, а потом его отпустили. Я вчера рассказывал эту историю, что вначале его арестовали, хотели расстрелять, потом ему дали какой-то большой срок в тюрьме, и потом поменяли этот срок на ссылку, и уже через месяц его выпустили, и отправили его из Советского Союза за границу. Вот такие чудеса делает Всевышний. Причем, знаете что, когда с нами случаются неприятности, мы очень расстраиваемся, мы очень сильно расстраиваемся, даже простые неприятности, представляете? И когда... А что говорил Ребе? Он говорит, я всю жизнь вспоминал каждую минуту, каждый час этого заключения, когда меня вели на расстрел и так далее. Это было время самого большого моего духовного роста в жизни. Представляете? Самое... И он так, он вспоминал это не с... Как мы вспоминаем там неприятности, лучше вообще их не вспоминать. А для него это были самые большие моменты духовного роста. Потому что, когда человек проходит через вот эту темноту, когда человек проходит через сложности и выходит оттуда, то он выходит намного сильнее, глубже в совершении, да, чем был до этого. И что он писал? Писал он следующую вещь про этот праздник. Я посылаю вам Маймер. Маймер это такое, как исследование, как статья такая, да, Маймар, в знак того, что я присоединяюсь к друзьям моим, хабанникам, чтобы они были здоровы, и чтобы в каждом месте, где бы ни жили, сопутствовала им удача. Таким образом, я буду находиться вместе с вами на Фарбринден, посвященному укреплению хасидского образа жизни. А именно, при помощи установления времени для уроков по изучению Торы хасидизма. Что мы сейчас делаем? И соблюдение этого режима. Мы, видите, не отвлекаемся. Даже сегодня очень важная была встреча у меня. Прям важнейшая встреча. Я говорю, я урок не могу отменить. То есть надо как-то подстроить так, чтобы я мог провести урок. И мы вот решили, я приехал, как раз у нас вот здесь будет встреча, такая переговорная комната по бизнесу, видите? Встреча, значит. И я говорю, я проведу урок, а в 10.30 начнется встреча. Все. Потому что иначе, если бы я его дома проводил, я бы не успел. А кроме этого времени в 10.30 не было другого времени. И как раз Рэбби пишет, что он пишет. Значит, самое главное, при помощи установления времени для уроков по изучению Торы хасидизма и соблюдения этого режима и стремления постоянно совершенствовать эти уроки, надо подумать, как мы, как мы, да, Хайма Бурмана я знаю, чтобы было МРФА, Шлама, сейчас помолимся за него, да, чтобы он выздоровел с Божьей помощью. Значит, нужно еще совершенствовать эти уроки. То есть нельзя останавливаться. Нужно подумать, вот прям подумать, как можно усилить этот урок, как можно его сделать лучше, сильнее, мощнее, чтобы он больше доходил его, этот урок Торы до людей. И, значит, и он дальше продолжает. Пусть Бог наш и Бог отцов наших благословит общину хабадников, ну, то есть раз мы учим книги Хабада, мы тоже относимся к этой общине, самих хасидов, всех их домочадцев, их детей, и детей их детей, всех наших собратьев, сыновей Израиля, пусть Всевышний даст им здоровье, пусть Всевышний благословит всех, всеми видами блага, как от духовного, так и от материального. Вот у нас есть благословение от предыдущего Рюбайческого Рэбе, и это благословение, оно очень сильно действует, особенно сегодня. Сегодня день освобождения, когда он из самого темного ямы и, казалось бы, безвыходной ситуации, все, его шли расстреливать, и там, знаете, как было интересно? Его шли расстреливать, и тот, кто его вел на расстрел, ошибся коридором, пошел не в ту сторону. И пока он шел не в ту сторону, и потом выходил обратно, то в это время пришло сообщение, что надо остановить расстрел. А если бы он пошел куда надо, успели бы расстрелять. Ужас. И вот, значит, дальше. Вторая книга «Обретение неба на земле». Сегодня очень такой прям глубокий-глубокий такой кусочек, отрывочек, да? Давайте посмотрим. Начинается он с такой фразы. «Мы пленники, потому что изгнали нашего Бога». Представляете? «Мы пленники, потому что изгнали нашего Бога». Что это значит? «Пока мы ищем Бога, бросив созданный им мир, нам не найти его по-настоящему». Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Чудо-чудо, правильно Дмитрий говорит. Значит, еще раз. «Мы пленники, потому что изгнали нашего Бога. Пока мы ищем Бога, бросив созданный им мир, нам не найти Бога по-настоящему. Пока мы убеждены, что мир – это место, откуда следует бежать, не будет для нас истинного освобождения. Полное освобождение наступит, когда, открыв глаза, мы увидим, что здесь есть все. Здесь есть все. Это здесь, где это здесь? Внутри. Все здесь внутри. Но я, эго человека, твердо охраняет ворота». Значит, давайте посмотрим. Вот начинается день. Начинается день, человек просыпается. Просыпается он, открывают глаза. Если он религиозный, то он говорит. «Мудэй нилифанэйха, благодарен я перед тобой. Мэлэ хай вэ кайям, значит, царь живой сущий. Шээхизар таби нишмати бэхэмла, что вернул ты в меня душу мою. Раба эмунатэха, велика моя вера в тебя, мою доверие тебе, твоя вера в меня». То есть переводят по-разному. «Эмунатэха, велика вера твоя». Вот это, ну, само слово. «Эмуна» — это вера, «ха» — это твоя. «Ача» — твоя. Или это вера моя в тебя, или твоя вера в меня, ну, велика вера. То есть, что такое Всевышний? Всевышнего же невозможно постигнуть. Всевышний — это идея о Творце, о Создателе мира, о Душе. Это все набор идей, духовных идей, которые нельзя пощупать. Мы верим в какие-то идеи. Само понятие «вера», оно держит вообще мир. Модель мира человека держится на вере. «Я верю, что у меня будет сегодня что кушать. Я верю, что наступит вечер. Я верю, что когда я вернусь домой, меня будет ждать семья». То есть мы, в принципе, живем в такой вот некой модели мира, которая держится на вере. Кто-то верит, что он, там, развитая инфузория туфелька. То есть он когда-то в школе, ему один раз сказали какую-то историю, я уверен, что все, кто утверждают, что они атеисты, в жизни не смотрели ни определения слова атеист в Витипедии и глубоко не задумывались вообще, что такое быть атеистом или что верят атеисты. То есть они когда-то в школе, там, в третьем классе им сказали, вот теория, человек произошел от обезьяны. Понятно. До понятного. От кого он еще произошел? В третий классник такой сидит. Понятно же, конечно. И Чарльз Дарвин, значит, в теории, в своей происхождении видов доказал это. Доказал? Доказал. Все. Значит, кто верит, что доказал? Я. Пятерочка. Молодец. А кто не верит, что доказал? Там, четверочка. А кто вообще помнит, какого цвета учебник в биологии? Там, троечка. Все, значит, вот миллиард атеистов воспитан, обучен и, значит, уходит в жизнь со своей верой, что они инфузори и туфельки развитые и говорящие. Вот. Теперь, если человек верит в Бога, то вера в Бога, она бывает разной стадии. Бывает, что точно такая же, как у атеистов, вера в инфузорию и туфельку, также есть религиозные, которые, в принципе, точно так же в третьем классе получили историю, что Бог сотворил небо и землю, и вот они такие, значит, кто сотворил небо и землю? Бог. А кто это Бог? Бог. Все, значит, и они вот такие же верующие всю жизнь, только они верят вот в эту вот идею. Но это такие уровни, уровни такие слабенькие. Ну, а чем же они занимаются-то все эти люди с утра? Эти люди с утра занимаются тем, что они все время находятся в каком-то поиске в решении проблем. То есть, человек утром просыпается, у него сразу в голове тут проблема, ну, не дай Бог, есть тяжелые проблемы. Здоровье, война, отношения с близкими, бизнес там и так далее, дети. Ну, то есть, чем больше человек активный, тем у него вероятность, что у него не сходятся все концы с концами, она растет. И чем более активный человек, много проектов, много целей, много денег, любой человек, у которого много денег, ну, вот бизнесмены, миллиардеры и так далее, у него суды, 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 постоянные, без остановки, как у меня, значит, один мой товарищ, который религиозный парень, все, и он начал заниматься бизнесом, очень религиозный такой все, и он, значит, разбогател, у него бизнес, все. Я говорю, как дела? Да, отлично, столько зарабатываю сейчас, хорошо, не знаю, что с деньгами делать. Я говорю, ну, а вообще, а как жизнь? Он говорит, ты знаешь, вообще сужу сейчас со своими партнерами, сужу со своими сотрудниками, сужу со своими клиентами, три суда у меня сейчас, ну, а там, в принципе, все нормально. Значит, это яркий пример того, что не сходится концы с концами, потому что, понятно, да, и человек, у него вся его жизнь, она занята тем, что он думает, что ему делать, как делать, как свести это все. Теперь, говорит нам эта книга, обретение неба на земле, что хорошо, значит, ну, те, которые не ищут Бога, ладно, но те, кто ищут Бога, как они, вот, Анжелика Разводовская, как им быть? И они говорят, что когда мы убегаем из этого мира, то мы Бога не находим, и никогда не будет освобождения. Полное освобождение наступает, когда, открыв глаза, мы увидим, что здесь есть все, все это внутри. Ты закрываешь глаза, и ты понимаешь, что, в принципе, это все, что тебя тревожит, все, что тебя волнует, все, зачем ты бегаешь, это иллюзия, это все проявление божественной реальности, и главная божественная реальность, где ты уже все нашел, она внутри. Как только ты внутрь в себе зайдешь, там уже есть душа, там есть встреча со Всевышним. Но что тебе не дает зайти вовнутрь? Вот это я, эго, которое ищет все снаружи, которое ищет удовлетворение, счастье, какие-то успехи, отношения, все ты ищешь где-то там, и тебе постоянно нужно, чтобы кто-то тебе что-то дал, для того, чтобы у тебя сошлись концы с концами. А эти люди, они не хотят так. Поэтому эта книга говорит, хочешь получить небо на земле, пойми, что оно уже есть, и оно внутри, научи заходить внутрь себя. Такая глубокая идея, но я, вот это эго, которое, которое все ищет, оно снаружи. Оно все время тебя обманывает, и не дает тебе зайти внутрь себя. Интересно, что есть разные системы медитации, это погружение внутрь себя. И это очень, как бы, такая простая, на самом деле, техника, когда ты внимание свое углубляешь и фиксируешь на том, что у тебя находится внутри, а не снаружи. Если ты можешь какое-то время, там, хотя бы 10 минут зафиксировать свое внимание, наблюдая закрытыми глазами за своим внутренним миром, то ты как раз и проваливаешься в настоящего себя. Но это могут делать единицы. 99,9% людей не могут зайти вовнутрь себя. Хорошо. Теперь дальше. Мудрость, которые каждый день мы прочитали. Все, теперь недельная глава Пинхас. Значит, что оказалось, где мы сейчас находимся? Заканчивается мор в эпидемии, которая Всевышний наказал, которая была следствием. Назовем это так, не наказал, я хочу, можно же убрать слово, слово наказание, можно убрать. Когда человек, тогда вот еврейский народ, мы конкретно разбираем, что было. Когда они начали ходить на фестивале Моавицко-Израильской дружбы, когда они начали спать с девушками-моавитянками и с ними пить вино, а потом поклоняться идолам, которое служение этому пиору, идолу, заключалось в испражнениях, в открытую. То есть, такой нудизм, нудизм, знаете, как ультра-нудизм. Есть просто нудизм, когда ты ходишь голый и говоришь, а что мне стесняться, ну, а что тут такого, ну, там, вот, вот я голый, у них рейсы есть свои самолетные, на самолетах они летают, нудисты голые, типа, а давай голые полетаем, давай, значит. Это как бы, это легкая форма поклонения этому, идолопоклонство поклонения Барль Пиору, да, Пиор это расхрыстанный такой. А эти говорили, давай пойдем дальше, вообще уберем стыд, уберем стеснение, уберем все, давай уберем все, и вот мы будем такие орди, там, все такое. И, значит, и какая-то часть, она пошла за этими прогрессивными идеями, такими либерально-прогрессивными идеями, они повелись на эти идеи, и, значит, потом пошел мор. Ну, понятное дело, сейчас, например, есть области, некоторые области в мире, где 2-3 процента уже болеют спидом, например, да, и это самое есть, ну, то есть мор приходит на землю за вот эти вот, вот такие вот штуки. Мор это как эпидемия. Хорошо, значит, перешла эпидемия, очень много умерло, все, теперь, когда, когда эта эпидемия закончилась, Пинхас убил этого Зимри и эту девушку, да, которые были лидерами вот этого движения, да, был Зимри Бен Салуа и девушка Козби Бацур, они были главные ЛГБД, плюс, 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 ССС, там, ну, в общем, самые такие они были лидеры ЛГБД движения того времени, и, значит, мор остановился, теперь они уже подошли к земле Израиля, и надо, надо уже заходить и делить землю, то есть, все равно у Всевышнего есть свой план, и этот план был вывести еврестий народ из Египта, он пообещал это еще Аврааму, когда с ним заключал союз, он пообещал Аврааму, что твое потомство будет пришельцами и угнетаемо в чужой земле, а потом они оттуда выйдут, получат Тору, зайдут в землю Израиля, и унаследуют землю, то есть, все, Всевышний от своего обещания не отходит, и они, значит, подходят к земле Израиля, и вот, читаем, И он нам дает сейчас здесь такой вот, как Всевышний решил разделять землю Израиля между народом Израиля, Многочисленному дай большой удел, а Малочисленному дай меньший удел, каждому по его исчисленным дан будет удел, это первый критерий, он говорит, смотрите, у вас вышло 600 тысяч мужчин, всего 2 миллиона человек, значит, одно колено, оно, значит, 70 тысяч, колено Иуды, а второе колено, в колене Шимона, которые грешили там и так далее, осталось там 20 тысяч, да, так что, дать равные уделы, разделить землю Израиля на 12 колен, и дать каждому равную область, нечестно, потому что этих 70 тысяч, а этих 20, значит, первое, по количеству людей, значит, все, всех пересчитали, вот у нас есть 12 колен, есть количество людей в каждой колене, ну, что теперь, разделить, каждому дать по куску земли, а как разделить, есть земля Тель-Авив, где стоит сейчас квартиры, там, 20, я не знаю, 10-20 миллионов долларов есть квартира, а есть земля, которая там, где-нибудь, Хадера, там, где-то на севере далеко, или Бир-Шева в пустыне, Арат, там, и так далее, там стоит, вообще, ну, совершенно другая качество земли, там пустыня, значит, второе, второе, что говорит Всевышний, По жеребию будет разделена земля, значит, по именам коленных отцов получат Гвудил, то есть, получается, есть количество людей, есть земля, разделенная на 12 частей, но кому какую дать часть, это решается как жеребием, значит, я вам потом расскажу, как технически это было произведено, по жеребию наделят уделом, ввиду многочисленности и малочисленности, значит, дальше, например, вот 20 тысяч колена Шимона, 70 тысяч колена Иуды, значит, берут 12 табличек, на них пишут имена колена, имена, значит, колена, и берут, берут, значит, землю Израиля, пишут 12 областей, разделили 12 областей, значит, ну, 12 разных кусков, ну, они разные, есть разные климатические пояса, разное качество земли, значит, теперь они берут, берут эти 12 табличек, кладут в ведро, и 12 областей кладут в ведро, подходит колено Иуды, например, вытаскивает табличку, и это было показано, что это с неба идет жеребий, потому что он засовывал руку, вытаскивал именно свою табличку, и засовывал вторую руку, и вытаскивал табличку с областью, и все, этому колену вот такая область, по количеству людей, потом разделяли эту область, и дальше внутри области тоже был жеребий, что мы отсюда учим? Мы отсюда учим очень важный урок для жизни нашей, то есть бывает, что человек, он прикладывает очень много усилий, а другой прикладывает мало усилий, количество усилий, это как количество людей, то есть и от количества усилий очень много зависит, но какой тебе придет потом результат от этих действий, это гораль, это жеребий, это с неба, это уже Всевышний решает, то есть, но в любом случае, когда ты получаешь результаты своей жизни, это зависит от двух параметров, первое, это количество твоих усилий, количество твоих действий, и второе, это то, что Всевышний решает относительно тебя на основании, и вот тут появляется третий параметр, есть еще основание, это заслуга отцов, то есть мы очень сильно своим поведением, мы влияем на то, что будет с нашими детьми, своим поведением, своим воспитанием, своими усилиями отношения со Всевышним, и вот здесь как раз эти три параметра, которые складывают жизнь человека, то, что делали отцы, родители, то, что делаешь ты, именно количество твоих действий, и жеребий, судьба, то, что идет с неба, все, значит, сегодня нам, день сегодня освобождения, у нас есть огромное благословение от предыдущего, любаевческого рыбы, который нас благословляет, мы изучаем как раз книгу, это он вел изучение, хитас каждый день, и он, прямо это было его вклад в еврейский народ, в изучение торы, что именно так, как мы изучаем, мы как раз изучаем эту книгу, хитас, и его благословение, поэтому, безусловно, на нас ложится, поэтому я могу только присоединиться, чтобы благословение предыдущего, любаевческого рыбы, как он его сформулировал, чтобы было, чтобы было, значит, благословить самих хасидов, всех домочадцев, всех детей, детей их детей, всех наших собратьев, сыновей Израиля, и всех вообще людей, которые любят Всевышнего, пусть Всевышний благословит их всех, всеми видами блага, как от духовного, так и от материального. Здоровья, выздоровления, чтобы Хаймбург Штейн, чтобы он выздоровел, раз в реанимации ему очень часто, каждая молитва, она дает ему еще один шанс, еще один шанс, еще один шанс, и все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы выздоровели. Все, и мы должны усовершенствовать урок Торы, поэтому, пожалуйста, поделитесь этим уроком с теми, кому это важно, и попробуйте с теми, кому это не важно, может быть, им станет это важно. Мы никогда не знаем результат, но нам Всевышний сказал, делай много действий, и дальше результат будет с неба. Все, удачи, успехов, значит, распространяем знания Торы до завтра. Все, с праздником!